...могу использовать в дальнейшем. В прошлый раз... Есть река по газухе, поэтому нужно... На прошлом саммите, в февральском, Женя озвучил такую интересную вещь, когда мы говорили про лидогенерацию будущих партнеров во франчайзинг. Он говорил, что вот, ребят, мы вот в бебосе тут пашем, чтобы у вас лидогенерация была, а потом вам эти лиды приходят, и вы их, что называется, сливаете, и это не очень как бы хорошо. Вот я хочу сегодня, чтобы Женя эту мысль продолжил и раскрыл, что ты имеешь в виду, когда вот франчайзоры сливают лиды? У меня полчаса времени, тогда, соответственно, я надеюсь, что я смогу что-то полезное за это время рассказать и дать вам, потому что, ну, многие, действительно, знают мой бэкграунд, но, соответственно, для тех, кто не знает, немножко поясню. Основной мой вид бизнеса это, как ни странно, сейчас это IT, то есть я как бы ушел в целиком последние, там, лет шесть в IT и монетизация IT-проектов, но очень твое, что бебос является, ну, не бывает за слово, там, лидером или одним из ключевых игроков рынка франчайзинга, есть огромный франчайзинговый бэкграунд. Также я был владельцем своей собственной франчизной сети, сеть фитнес-клубов Боровской фитнес, которая в количестве 52 штук была открыта, и потом на этапе своего угасания была кордона на мой спартнер. Есть еще ряд других проектов, связанных с классическим бизнесом, но, соответственно, сегодня речь идет о франчайзинге, и, соответственно, я расскажу про свой опыт построения отдела продаж франшизы, наши ошибки, и более того, я смогу рассказать про опыт многих франчизоров, потому что бэкграунд, когда взаимодействует со своими клиентами, у нас на сегодняшний момент около тысячи, там, тысячи плюс клиентов на бэкграсте, плюс мы знаем, что на рынке около, там, уже 6 тысяч компаний называют себя франчайзингом, потому что волна последние два года, она просто захлестнула у нас. И вот, если мы говорим про сейчас внутреннюю кухню, о том, как устроено все в плане вот у вас, сейчас прекрасные были доклады, интересные, хорошие практики, но вот в тот момент, как бы, столкнуться с этими проблемами, вы столкнетесь с тем, что вам нужно продавать свою франшизу. Я еще не расскажу про каналы продаж, потому что об этом был в прошлый раз мой доклад, я расскажу банальные ошибки, которые совершают люди в процессе, соответственно, продажи. Окей. Пойдем к идеологии. То есть, соответственно, в сегодняшний момент, как я уже устал, не устаю все время говорить, существуют различные виды разных околосектантских организаций разных молодостей и всевозможных. И в сегодняшний момент эти общества вкладывают в умы молодых людей то, что франчайзингом можно заниматься чем угодно, как угодно, лишь бы был нарисован логотип и лендинг-пейдж нарисован, а потом уже ты можешь продавать франшизу. Мне как рекламной площадкой, припосы, это очень выгодно, потому что они к нам приходят, а потом через год они не то, чтобы оплатить не могут следующий раунд, они уже просто не существуют. Таких компаний очень много. Слава богу. И есть же компании, которые страдают, потому что в целом очень много как эти ребята, так скажем, партизаны, они отпускают у серьезных игроков рынка. Они привлекают к себе внимание благодаря очень активной именно идеологии продажи франшизы. Их идеология, она выстроена в том, чтобы продавать как можно больше франшиз, фактически ничего не имея за плечами. То есть у этих ребят есть просто идея, возможно, подает презентация, возможно, чтобы уже открыли по франчайзингу, но, как правило, просто идея. И вера в некое светлое будущее. Причем это обычно публично сейчас делается. Свои цели люди пишут, хочу миллиард через год заработать, как я к нему иду. И сейчас в основном все, кто идут к этому миллиарду, говоря в кавычках, они все идут почему-то через франчайзинг. И мы, соответственно, очень рады этим ребятам, всегда их ждем. Спасибо им. Но давайте вернемся, соответственно, к нашей тематике. Что вы хотите от франчайзинга? То есть, первое, вы должны ответить себе на вопрос. Вы хотите либо сейчас бабла свобить, либо вы хотите управляемую, реальную, хорошую сеть через пять лет. И это очень важное решение на данном этапе. Потому что, если вы, допустим, есть некий противоречий у собственников франчайзинговых сетей, они давят на отдел продаж, говорят, что продавать их можно больше франшиз, можно больше открытий. А потом удивляются, почему, собственно, там кофе холодное, там, в Тывкаре, там, допустим, подали, или, допустим, пиццу где-нибудь невкусную в Рязани, люди едят и жалуются, почему она такая, там, какая-то такая. Я никому сейчас не хочу сказать. Просто вы поняли, что контроль в последней миле, это как бы обратно. То есть, проблема на последней миле франчайзинговой сети, это всегда обратная сторона медали активных продаж франшизы. То есть, как только вы начинаете активно пушить на B2B-сегменте, то есть, вы начинаете, в итоге, скорее всего, вы проиграете конкретно на последней миле B2C-сегмента. Поэтому вы должны выбрать себе, либо вы строите сильную сеть, когда вы будете, соответственно, управлять долго и несчастливо, либо вы быстренько купите себе дачу, private jet вряд ли, но хотя бы Lexus последней марки вы себе сможете позволить. Соответственно, вот большинство людей сегодня выбирает так называемый план, назовем его план А. Это когда мы говорим о продаже любой ценой. Да, и есть план Б, который говорит, что прежде чем, соответственно, продать франшизу, мы должны пройти некий ритуальный танец вместе с будущим партнером. Вот. И небольшая ремарка в сторону, отклонюсь. Ключевое отличие от делу продаж, в принципе, той и той модели, то есть, их нету таких ключевых отелей. Вопрос отличий. Вопрос в том, что вы в итоге хотите получить. И если вы хотите, соответственно, получить, как я сказал, управляемую сеть надежную, то вы должны понять, что продавать франшизу всем нельзя. Вот ключевой тезис моего выступления. Соответственно, мы в Роский фитнес в свое время, когда начинали, и вообще, когда работали консультантами, работали мы с десятками компаний на рынке франчайзинга, мы всегда говорили такой тезис. Франшиза – это не проститутка. Это леди, которую нужно завоевать. И я всегда это повторяю, всегда и везде. Поэтому, если человеку легко за деньги дался ваш продукт, то, скорее всего, отношение в дальнейшем будет такое, как вот мне сейчас девушка, которая сама сидит за столом рядом, показывает переписку своим только что открывшимся франчайзи, который, видимо, открылся ради... Ну, быстрее бы, лишь бы открыться, все-таки один из пример франчайзи, так здорово. А? Еще не открылся. Ну, уже закроется, так сказать. Не открылся. И вот начинаются, собственно, все всевозможные проблемы. Когда мы открываемся, с кем попало, когда попало, на каких угодно площадях, особенно на первом этапе начинающей франчайзи, то в итоге мы порождаем как бы мозг, который в дальнейшем нас сожрет. Меня кинули два десятка франчайзи, причем это были не какие-то там конгломераты, которые вышли там отдельно, все 20 объединились, сказали, Евгений, мы там ползал, там КПСС, ОДПР, уходим ползал. Нет, они форминированно на протяжении четырех лет поочередно выходили из сети под разными предлогами. В основном это были силовые какие-то вопросы, обвинения в мошенничестве, поддержку документов, возбуждение каких-то различных иных вещей, потому что мы, в принципе, технологичные ребята, от нас легко было так, не так просто уйти было. Но, как уже вот товарищ господин из дубльки, себя имя, не помню, сказал, да? Да. Сергей сказал, что IT это второй вопрос, который вам нужно решать во франчайзинге. То есть, когда вы идете во франчайзинг, опять же, ключевой третий из моих всех последних выступлений, последние годы, вам нужно идти в IT. То есть, у вас IT-шник должен быть вторым человеком в компании. Это очень важно. Итак, возвращаемся к нашей тематике. Щепетильность оценки и глубина поверки партнера это то, что влияет, собственно, по какому, то есть, подорчает план от А до Б, скажем, да? То есть, А это открываемся всеми подряд, Б это план открываемся только с теми людьми, которые разделяют нашу идеологию, да? Финансово стабильные, допустим. Имеют какой-то бизнес-опыт. У них есть мотивация делать что-то большее. Потому что мы знаем большинство партнеров, большинство сетей состоят из моно-партнеров. Один партнер и так далее, одна точка. И у них нет скимовы расти дальше. И тоже нужно определить на этапе собеседования, кто этот партнер, будет ли он расти дальше или не будет, откроет ли одну точку и успокоится, ли будет расти дальше. Собственно, я в дальнейшем мне более детально расскажу про это. Также отличие плана от АП как бы отличает то, насколько у вас сильно проработаны крючки удержания партнера. То есть, в ином случае, вы просто не можете выбрать, как идти. Вы просто будете идти, как бы вы не проверяли партнера, как тщательно вы его не изучали. Если у вас нету непоработанной какие-то моменты, как вы будете удерживать партнера в дальнейшем, нет ли у вас газовой трубы, то есть поставки товара, нет ли у вас IT-решения, нет ли у вас такого софта, как у дубльгиста, который фактически все активизируется через одну, то есть через досидиная система активации рекламных услуг, то, как бы вы не проверяли, то в этом смысле, в принципе, проверки особо нет. Потому что, если он плохой, он вас кинет, если он хороший, то он останется, то есть можно вообще просто не проверять. Поэтому, если вы создаете как бы серьезный франчайзинг, после вопроса следующий, когда вы должны после IT-подумать, и, соответственно, как и почему франчайзинг будет с вами работать, даже когда он будет вас ненавидеть, когда он будет нуждаться в деньгах, когда он захочет вас там кинуть, обмануть, у вас должны быть примочки, которые позволят вам ему остаться в сети и не позволят ему уйти. Или сумма выхода из сети будет, стоимость выхода из сети будет создание некого аналогичного продукта настолько высока, что ему будет рентабельно оставаться внутри сети. Поэтому вот эти ключевые моменты, почему нельзя уйти из франчайзинга, то есть кинуть франчайзера, должны быть решены на начальном этапе создания франчайзных сетей. Продумано, на всяком случае, заложено. у меня, как правило, всегда первые минуты 10 такие туповаты, я вечером буду буксуя, не знаю, в голове каши, а потом как-то просыпать. Потому что опять презентацию много чего только нарисовали, я ее только утром сегодня увидел, еще как-то неправильно нарисован, но я пытаюсь как-то вчера тегисно накидал, что я хотел выставить на тематику. Мы вот, соответственно, ребята сегодня сделали. Окей, следующее, вопрос, который, опять же, ключевым для вас является, это масштабы, тэп и роста. То есть, опять же, наверное, в принципе, очевидно, что я хочу сказать, но с другой стороны, есть компании, которые, как спрайс, допустим, им все равно с кем расти, что это за партнер, где он находится, домохозяйка или это вчерашнее, либо это какой-то олигарх, какой-то местный, который, им самое главное, чтобы им принесли недвижимость. То есть, если вы растете с помощью, для того, чтобы партнеры ищите франчайзи, чтобы найти объект недвижимости, то, соответственно, вам тоже нет смысла, собственно, к кем угодно можно открываться. Пойду дальше. Виды и типы оценок партнеров. Опять же, быстро. Значит, мы живем в России, и я считаю, что русские – это самые нечестные предприниматели мира, даже, наверное, более нечестные, чем китайцы. То есть, для нас кинуть на них – это все наша суть. То есть, мы уже все пути отступления продумываем на этапе заключения договоров. Почему у нас сервис страдает, почему у нас страдают наши клиенты, почему там… В любых сегментах мы такие вот есть. Поэтому, когда вы продаете средственную франшизу, вы должны продумать о том, насколько глубоко будете изучать партнеры. Когда мы это делали, и сегодня даже, когда мы с контрагентами серьезно работаем, соответственно, эта проверка обязательно, значит, ключевая там, ФССП, долги, уголовка, административные, ближайшие родственники, если это там семейная пара, то есть, как минимум, ближайшие родственники все. Дальше это псих-наркодиспансер, все такие вещи всевозможные. То есть, чтобы у вас некий был некий профайл вашего партнера. Также мы смотрим все истории арбитражей, которые эти люди участвовали, то есть, если они были там или иных дел, то есть, чтобы у нас уже было понимание, что это за человек. Если у него много там судебных разных прецедентов, то, конечно же, вопрос, да, стоит ли мы с ним работать или нет. Если вам важно нормальные партнеры. Если вы говорите, окей, нам плевать, какой ты там, уголовник, не знаю, в состоянии там, не выезде находишься, подписка в не выезде, но если вам платишь, то, конечно, скорее всего, вы продадите франшизу. И отдел продаж, если у вас замотивирован, он на продаже, то он получит свой кэш, да, за то, что он продаст франшизу. Но что вы, как собственник, приобретете от таких партнеров? Конкретную ситуацию могу вам открыть. Много сказать. У нас был фитнес-куп открыт в Краснодаре. Полушарный рост был большой, 850 тысяч рублей. Потому что бизнес очень большой, и каждый фитнес-куп, это тогда же ботент, деньги от 6 миллионов и выше был. И вот я такой, счастлив, вы получаете деньги, там менеджер тоже продал франшизу, замечательно, все хорошо. Я помню, что через год я в Казани, то есть меня, ребята, то есть, каким образом ситуация была, мы приехали, всей командой там, обучили человека, все замечательно, подписали договор с ИП, потому что мы только с ИП работаем, да, если это ООО, то договор получить со собственником должен быть параллельным. Приезжаем, все обучили, замечательно, 4 дня, крэнт-опенинг, открытие, передвизание ленточки, Женя, там мой друг, брат, там сват, кафе, ресторан, чай, и там все дела, поляна накрыта, это вот мои друзья-чиновники, а парень был сочинским строителем. А потом так получилось, что мы поставили ему тренажеры, и когда мы уезжаем, мне говорят, что там, они какую-нибудь бумажку не подписали. Я говорю, да ладно, на фоне вот этого состояния там эйфории, да ладно, что там, не подписали, да мы там. А вот, оказывается, они ее специально уже не подписали, бумажку. Потом, оказывается, что ИП, которое мы подписали, это была не его супруга, это был покойный человек, который имеет одинаковую фамилию с его женой. И на него они изначально делают все такие подобные активы. Ну, то есть парень-строитель, профессиональный, к ростовским пациентам, ну, знаете, наверное, И вот, потом, сразу у меня в Казани уже достигает бумажка о том, то есть, мы обменяемся в мошенничестве, то есть там, расторжение договора, и так далее, и тому подобное. То есть мы человеку все сделали, все, что возможно. В то время у нас еще не было IT-продукта, да, своего такого, который позволял бы ему уже никак не слезть в нашу систему. И вот вы уже, как бы, и вы поняли, да, чем я к вам понял? То есть на этапе никогда не пренебрегайте вот этой вот проверкой, даже банальной, которая, в принципе, даст вам какие-то факты для принятия, для информации, для принятия решения работать, не работать. Потому что деньги, полученные сегодня, если вы шибко в них не нуждаетесь, то, скорее всего, вы ничего серьезного наверняка не построите. С другой стороны, есть пример в сети, там, Baby Club, я думаю, может, я в конце моего выступления дополню свою систему оценки, как они оценивают партнера. Вкратце могу там рассказать, что я сейчас помню и знаю, да, когда еще активно общались. То есть люди как бы отправляют заявку, да, потом присылают расширенный паспорт объекта по всем программам заполненных с анализом всего рынка, как они, соответственно, видят свой бизнес в городе. То есть они сами разрабатывают некий бизнес-план, да. Это тоже уже очень многих отсеет. Потом они требуют, чтобы люди приехали к ним в Москву, скажем так, на поклон, чтобы пожать руку. Чтобы приехали не просто одни, а приехали с своим второй половинкой. То есть это же либо жена, либо любовница, чтобы с ними побеседовать. Насколько эти люди разделяют идеологию бизнеса. И если эти люди разделяют идеологию бизнеса, они их одобряют, то они проходят потом оценку в течение там, как бы обучения, в течение нескольких дней. И опять же, в течение этих нескольких дней принимается решение, а стоит с ними работать. То есть вот таким образом отбирая тщательно многосторонние в течение длительного времени партнеров, ты в итоге получаешь серьезную, как бы контролируемую лояльную сеть. Возможно. Возможно, кого-то ты отсекаешь, потому что я сейчас чуть позже скажу о примере своем. Возможно, ты кого-то отсекаешь. Реально, есть такие партнеры, которые никак не подходят под твои критерии, вот прям никакие. А потом ты с ними каким-то богом все равно завязал отношения, и они тебя удивляют, они делают какие-то замечательные вещи. Но это вот как в попере, если ты играешь все время по эмоциям, то ты на долгосрочные, на long term ты всегда проигрываешь. Все всегда будет проигрыш. Но если ты играешь по математике, по принципам, по цифрам, то ты всегда на длинные дистанции будешь проигрывать. То есть правила и дисциплина на этапе отбора они играют ключевую волю франчайзинга. Особенно, если такой франчайзинг, как вот BabyCube, когда услуга, нет ни товара, нет какого-то IT, нет ничего, то есть то, что можно легко взять и перекрыть. В этой ситуации, конечно, очень важен отбор партнера. Если у вас все проще, там, как бы, дубльгиз, допустим, скажем, дали партнеру, дали план продаж полгода, не справился, заправили эксклюзив, дали следующему. Возможно, это в такие моменты. То есть, если вы не теряете чего-то, не теряете свои, самое главное, B2C-репутации, потому что партнеры плохие, они очень серьезно портят B2C-репутацию вашего бренда. Если у федеральной сети, то это имеет значение. Ну, соответственно, есть такая штука, как отдел продажи. Я думаю, у каждого франчизора он есть в виде его самого, он же директор, он же отдел продажи, он же и все, и все, и все. Он начинающий обычно так и есть. У крупных компаний, таких, например, как Пятерочка или там Фикс Прайс, у них регионы поделены на... То есть, например, по Татарстану, одному Татарстану работает только семь менеджеров по продажам, которые развивают их франчайзинговую сеть. Они и продавцы, они и бизнес-девелоперы и так далее. Я сейчас скажу о некой средней температуре по больнице. Я сейчас буду рассказывать о средней температуре по больнице, но немножко вернусь назад, потому что я хотел рассказать про другой пример, когда мы выбирали партнера и продали франшизу активно. То есть, у нас был один партнер, Сергей Яковлевский из Патрибурга, мы активно продали франшизу. То есть, идеология нашей компании была всегда обширная рекламная компания, но не пушит на этапе как бы нет активных продаж. То есть, мы не искали сами бизнесменов, никогда и не прозванивали их. Сегодня этим занимаются очень многие компании. То есть, они просто прозванивают и предлагают свою франшизу. Активные продажи франшизы. И вот это был единственный человек, которому мы активно продали франшизу. Он прислал заявку на нашу франшизу, но мы именно в переговорах с ним сделали акцент на добили на то, чтобы он открыл. Не так, что ты нам давай доказывай, что ты профприкоден, а мы ему доказываем, что мы профприкодны. И удивительный факт, что это вот тот самый партнер, который открыл 4 фитнес-клуба и к которому в дальнейшем я подал всю свою вот эту сеть, которая, собственно, уже была неприоритетным, скажем, для меня проектом. В таком непонятном состоянии. Поэтому вот это тоже момент, где вы выиграете, где поиграете, все зависит тоже от вас. Какую систему выберете? Активных продаж, либо вы дамы, которые должны завоевать всеми возможными способами. Ну вот. выбер заработать. Я же просто рассказываю возможности. Соответственно, отдел продаж он всегда есть. Это либо один человек, я сказал, он же собственник, он директор, он же отдел продаж, либо это огромная структура внутри компании. Мы видим сотни различных сайтов франчайз, каждый день мы мои люди, работающие в направлении франчайзинга. бибосс это многоотраслевой проект, и ребята, которые работают в франчайзинге, это коллектив порядка отдела продаж четырех человек, еще там есть разные-разные люди, это те, которые занимаются франчайзингом. А вот они видят разные франшизы, и мы имеем большую базу литов, на сегодняшний момент эта база отбит 40 тысяч. Это, скажем, те потенциальные наши рекламодатели. У всех все по-разному. У всех все по-разному. У кого-то на того, чтобы отправить заявку на франшизу, нужно там отправить email, кому-то позвонить, где-то какая-то расширенная заявка. Я могу сказать вам на следующий момент, что есть компании, которые такие сайты, то есть, такие делают сайты для привлечения заявок, что даже если ты не хочешь покупать франшизу, и вообще до встречи пришел, то есть, с вами отправишь заявку на франшизу. То есть, не забывайте, пожалуйста, что вот есть очень вот эта воронка большая людей, которые хотят заниматься франшизингом. Вы в сегодняшний момент конкурируете с огромным количеством франшизоров. И слава богу, если вы там инвитеры, у вас там позиции на рынке такие серьезные, или какие-то еще крупные компании, которые какой-то, не знаю, отдельный лайфстайл вообще сегмент. Но в целом все конкурируете на рынке очень-очень большом. и вы должны не забывать заботиться о том, чтобы система даже привлечения заявок просто у вас работала. Я сейчас расскажу про типовые ошибки, которые есть даже при обработке заявок. Я не буду рассказывать про мотивацию отдела продаж, я не буду рассказывать не про структуру отдела продаж, я расскажу просто про ошибки. Отдел продаж всегда должен, трубку человек должен брать живой. там всегда должен быть указан мобильный телефон так называемого ЛПРа. То есть ЛПР – человек, который обладает компетенцией. Лицо, принимающее решение. То есть если вы просто берете на первичную обработку заявки какого-то некомпетентного человека, то вы очень много на этом этапе уже потеряете. лучше всего работает эта самая простая форма и мобильный телефон директора или там очень-очень-очень компетентного человека будет до собственника. Потому что люди иногда звонят и только очень компетентный человек может понять, что это за человек звонит и ответить на какие-то его базы и вопросы, чтобы зацепить его. Потому что я говорю, сегодня огромное множество франшиз. не выстраивайте огромную машину, которая называется отдел продаж франшизы. Не делайте такую сложную систему, сложные какие-то заявки, которые нужно заполнять тысячи чего-то, чего-то, чтобы заявка к вам дошла. Упростите процедуру получения заявок. Мы на сегодняшний день BeBoss раздает в день 500 плюс лидов на рынок франчайзинга. То есть каждый день мы не менее 500 лидов отдаем франчизору всей нашей базе. Я могу вам сказать, как бы не смешно я не сказал, что все говорят, что мы франшиза платят деньги за то, что бы их франшиза рекламировалась. 70% заявок просто не обрабатывается. Потому что есть менеджеры по продажам, которые какие-то там вот менеджеры в отделе франчайзинг, которые отвечают за рекламу франшизу и собирают заявки со всех порталов, скажем так, которые по франчайзингу. Вот такая ситуация почему? На самом деле если эти ребята у вас есть, гоните их в шею. Сделайте систему, которая позволяла бы, мы, например, то есть у нас есть всевозможные смрвозки, то есть мы можем работать с любой CRM-системой, встраивать, у нас есть свой IP, который можно встроить вашу ERP-систему, если она есть. Поэтому когда мы говорим о росте, темпах, очень много вот здесь на этом этапе делается ошибок. Очень много. Заявки, которые людям поступают, мы даже делаем ассессменты регулярные наших, у нас есть такая услуга, по-моему, это аудит отдела продаж франшизы. Есть она сейчас или нет, я не знаю, но она, по-моему, точно была когда-то, обсуждалась или она даже была. И мы отправляем, допустим, тестовые заявки на франшизу даже через сайт франшизора никакого ответа нет. То есть отсутствие ответа на заявку это не показатель вашей, то, что вы такие богатые, зажравшиеся и нам особо ничего не нужно, а это показатель просто вашей некомпетентности. И как бы некомпетентность здесь, значит, и в дальнейшем она тоже будет такая-то такая на уровне работы с франшизой, скорее всего. Поэтому тщательнее обрабатывайте заявки. Это основной месседж моего собственносердичного выступления. Упростите систему получения заявок. Сделайте простую форму, которая позволяет нам указать город, объем инвестиций и примерные сроки открытия точки. Да, я заканчиваю. У меня очень поверхностный доклад, потому что очень поверхностная тема, к сожалению, никакого киллер-фичи я сегодня не рассказал, конечно, но, соответственно, не забывайте, чтобы серьезные люди брали туку. Никакая-нибудь там девочка «Здравствуйте!» Нам очень важно... И еще хуже это «Здравствуйте!» Нам очень важен ваш звонок, да пошли вы там, подождите, пожалуйста. Вот ни в коем случае вот это. Какие-то дема франчайзинга там, какую-то цифру такую-то, такую-то. Нет. Лидер франчайзинга должен брать и вести переговоры с начинающим франчайзи. То есть будущим франчайзи. А если лидер сидит вот здесь, вот как, например, Домилский, скакивает крупным брать? Я беру друг. Ну, где-то с Олегом недавно просто. А, может, в Брянске будет. В Брянске прискали. Я беру друг. Да, вот как бы, да. То есть вот это важный момент. Есть такая штука сейчас прикольная на сайте франчайзоров делают калькулятор, вот ипотечный калькулятор, видели в банках? А сейчас делают такую штуку интересную, когда ты можешь вбить количество примерно клиентов, которые хочешь обслужить там ставку аренды и тебе там рассчитают, если ты там отправишь имейл. То есть не забывайте, что вот эта конвертация вот этой вот страницы, она имеет значение. То есть уделять этому внимание должно. Собирать имейл и работать с этими видами в дальнейшем, потому что когда вы уже получили лип человека, его заинтересованность вам известна, то вы можете уже с ней что угодно делать. Постарайтесь как можно больше с человеком пообщаться на любые вопросы. Постарайтесь ему не продавать на этапе первичных переговоров франшизу. Просто расскажите ему в целом про отрасли, про ситуацию, про бизнес. Постарайтесь с ним подружиться, да? Чтобы он дальнейшем считал вас экспертным в этой области. Есть еще один момент, который сейчас очень актуален для франшизеров, которые, к сожалению, старые франшизеры просто продолжают игнорировать те, которые давно на рынке. А новички собственно просто за это хватаются. Потому что сейчас время, я скажу, век социальных сетей, век показухи. И вот представляете, сейчас с Инстаграм продают франшизу, очень хорошо, и собственно этот канал работает. особенно тут в перспитке собрать. То есть существует очень много каналов, по которым вам можете брать франшизи, потенциальные. Они могут... Я тут собственно свой голос слышу хорошо. Есть очень много каналов различных, через которые франшизи отправляют заявку. Как и вы покупаете букет цветов. Кому-то удобнее через WhatsApp, через Telegram, заявку на сайте, либо ВКонтакте и так далее. Вам нужно, как управляющим отделом продаж франшизинга, наладить, чтобы все каналы сливались в одну CRM-систему. Вот это омниканальность, так называемая, это термин, который пришел из IT. Когда люди пишут через что угодно, они могут в виде комментарии к посту Facebook, отправить вам заявку на франшизу, а вы ее преднариваете. Вот этого не забывайте делать. У вас сегодня отдельно работают хорошо работают отдельно социальные страницы ваших B2B-брендов, то есть группы в социальных сетях по именно в черной вашей франшизе, вашему B2B-продукту. И там очень много заявок может приходить четко и видим это каждый день, когда люди просто сливают большим объемом этот интерес потенциальный. Даже лайк к интересному посту вашей допустим какой-нибудь ВКонтакте посвященной вашей франшизе можно считать как потенциальный лид. Этому человеку можно написать. Имейте ввиду, что сегодня вы с очень большим количеством франшизоров. Если вы большой франшизной сеть, например, инвиттера были абсолютно нерушимой сетью, которая лидировала на протяжении многих годов, медленно, полномерно появились две, скорее всего, ваших франшизи, которые сожрали огромный кусок рынка инвиттера. И на начальщий момент они уже многим как бы догоняют инвиттера, если не перегоняют. Потому что где-то кто-то расслабился, где-то кто-то успокоился. И сказал, мы там такие крутые, что мы можем игнорировать такие вещи, потому что к нам пойдут, потому что нет, 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 нет возможности ответить. нет, 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 нет. Не стоит, подожди, там босс сидит сзади, так что я... Я понимаю, что может быть конвекция, но такого нет. Но тут нас между собой, мы же как бы, там, понимаешь, никуда информация. Я к тому, что мне больно просто это видеть, как бы, на самом деле, мы-то с вами, я других ребят не очень хорошо знаю, а с вами-то мы с каким-то соседями вообще были когда-то. Поэтому вот этот момент успокоения, мы большая франшиза, например, сегодня вот мы каждый год делаем рейтинг франшиза босс. Вот это реальный рабочий инструмент. Это самая популярная бизнес-страница рунета. Урл, где лежит рейтинг, это самая популярная бизнес-страница рунета. И мы четко видим, например, у нас есть компания FixPrice, да? Попробуйте купить франшизу FixPrice. Невозможно. Хотя они очень быстро растут, все остальное делают, но они просто не обрабатывают заявки. Они не отвечают на заявки, которые отправляют через сайт. Просто. Возможно, мы думали, что им просто этот город неинтересен, который мы отправляем заявку, допустим, отправляем Казань, ну ладно, миллионник. Потом мы отправили заявку Мензелинск, потом мы отправили город Перу-Уральск, потом сразу на анкеты прислали другой город. То есть мы шесть раз отправляли заявку, чтобы получить от них различные данные. Мы нашли эти данные, но люди просто положить, потому что есть там собственники, есть акционеры, есть там т т т т т т т т т, а на уровне обработки заявок от франчайзи просто полный бардак и хаос. Всем плевать. И вот этот он не канадь, значит, как бы сейчас заканчиваю, соответственно, как бы я говорил уже, Телис один из ключевых, айтишник второй человек должен во франчайзинг, во франчайзинг в сети. И когда вы пишете решение, часть ERP система должна быть CRM. CRM по работе с потенциальными как бы и потенциальными детящими партнерами. Все взаимодействия, которые осуществляются с потенциальными партнерами, должны в ней фиксироваться. То есть все вот это, все лиды, которые есть, должны сливаться в эту CRM-систему. И любые взаимодействия на этапе до открытия должны фиксироваться в этой системе. Отправляете имейл, вам нужно просто настроить CRM-систему, настроить свой почтовый сервер, чтобы у вас была ссылка с каким-то кодом. И по каждому партнеру отправляете, вы поставите ссылку, то есть копию письма, и у вас письмо автоматически отображается в CRM. Я думаю, это так все прекрасно знают, кто в отдел продаж настраивал. потому что очень много теряется. Заявку получают до открытия мало, потому что не работают с этой базой потенциальных партнеров. Не работают. Я тоже когда-то не работал. Но нужно разграничивать степень готовности партнера, то есть теплости партнера. А заявка, после заявки с ним поговорили, отправили ему анкету. Анкета расширенная, говорит о том, что если он присылает вам эту анкету, это означает, что он очень заинтересован, допустим. Я потом могу представить пример этих анкет. Но наверняка они уже у всех есть. Это теплый партнер, с ним нужно активнее работать. Холодные партнеры, которые хотят эту франшизу, с ними тоже нужно работать, но уже по-другому. Дело мне пущу, чтобы время сэкономить. То есть есть люди, которые отправили вам заявку, но еще не открылись. И вот с этим пластом людей вообще франчизоров в процентах мне кажется 5 работают. По остальным просто безразличны. То есть если ты отброс заявку, мы тебе отзвонились, отправили тебе в бизнес-план, но если ты не ответил, то ты все-таки умер. На самом деле с этими людьми очень можно легко работать. Именно для них можно делать отдельные СМИ. Отраслевое, по бизнесу и так далее. Можно добавить в отдельную группу, где делать имейл-маркетинг, может делать хорошие СМИ, интересные факты для этих людей рассылать. С ними нужно работать, их нужно разогревать, добавить до открытия. Мероперятия для лидов. То есть мы тоже практиковали, и сейчас это очень много делает. Ревилгуд будет выступать в интерпене сегодня. Они регулярно работают с лидами, с базами. То есть они по городам заявки собирают, для них делают вебинары, либо выездные семинары. Едут в город и там делают мини-презентацию своей франшизы для тех, кто когда-либо отправлял заявку. Делайте ей, да, так вот. Ну и, соответственно, наличие B2B-брендов в соцсетях, проверка регулярная. То есть нужно не забывать про омниканальность сегодня при работе с франшизой. Хочу следующую вещь сделать. Учитывая, что мы на этой рынке всерьез надолго, я не боюсь назвать одним из основателей этого рынка, мы в Казани делаем большую тусовку для франшизоров. Всех приглашаю туда приехать. Это будет двухдневное усилительное мероприятие. То есть там бассейн, плавки, купальники, делаю программы вечером, вечерние платья, костюмы, артисты, буха... буха... да. То есть да, ну то есть соответственно коктейли, все дела, в следующий день там какая-то экскурсия запланирована еще. То есть welcome всех приезжайте, вот Стилл там был в прошлом году. Это была лайт-версия, а то, что будет сейчас в этом это... да, то есть... Скажите, когда? Я перенесу. Когда вы вернете? В Москву сразу переносите. Да, были у нас когда-то в Москве дусорки, но сейчас штаб-квартира или боссов в Казани перенесена уже как 6 лет, поэтому... Не, ну просто в Казани ну конец, а все же в это время выпуски. А зачем? Там будет как отпуск, понимаете? Вы можете просто... Где вы будете там? Законите. Ну ничего... А где вы будете там? Ну времени РТ... Я вот вчера был уже конец, а сегодня уже здесь что-то взял, собрался. Вот. Собственно, welcome, пожалуйста, приглашаю. Соответственно, есть такие вопросы. На фейсбуке можно найти меня легко, добавить друзья. Я отвечу еще... У меня достаточно много компетенций, поэтому, в принципе, можете спрашивать по любым вопросам, обращайтесь. Спасибо, аплодисменты. Да, спасибо. Максель, приходи к нам, пожалуйста. И вопрос, гейтись, может, я быстро, пока Максель идет, медленная походка. Очень скоро обед, вы можете прям подсеть к Жене и хорошо с ним подсеть. Не надо, не надо делать. Спасибо. Евгений, спасибо за интересное выступление. Я вам хочу представить... А...